Курт – драгоценный камень. Казахский национальный продукт неразрывно связан с историей Карлага. Калорийные шарики из молока помогли выжить узницам Акмолинского лагеря жен изменников Родины. О том, как казахи спасали от голода репрессированных, складывали стихи и снимали фильмы. В Долинском музее этой теме посвящена отдельная экспозиция. Так вот, что придумали старики. Вот за что женщины детьми рисковали. Они нас от болезни берегли. Они нас от безверия спасали. Рассказ с репрессированной Гертрудой Платайс о том, как казахи спасали узниц Альжира от голода, легла в основу знаменитого стихотворения Раисы Голубевой «Курт – драгоценный камень». В Долинском музее Карлаге этой истории посвящена отдельная комната. Многие женщины работали на сборках камыша. В один из дней, когда их с захапливаем камыша, как конгоспорождая обратно в лагерную зону, местные жители из близких лежащих аула казахи около дороги встали и начали в них кидать камни. Одна из женщин просто споткнулась и упала лицом в землю. И она почувствовала запах от этих камней. Они пахли кислым молоком. Таким образом, обманывая охрану и буквально рискуя с моей жизнью свободы, казахи этим женщинам помогали. На одной стороне воссоздана сцена сбора камыша алжирскими заключёнными. Вторая экспозиция посвящена узницам Акмолинского лагеря «Жён изменников Родины». Среди фотографий – снимок Гертруды Платайс, которая прославила «Курт» и казахское добросердичие на весь мир. Ожившие фигуры и участие самих экскурсантов в событиях тех лет помогают погрузиться в атмосферу. «Именно Курт является символом казахского гостеприимства. И эта история, наверное, является показателем того, что даже в страшных условиях лагеря простые люди не остались равнодушными к чужим страданиям, к чужому горе». Казахи нашли единственный способ помочь пленницам, который не привлекал внимания надзирателей. По воспоминаниям осуждённых, местное население умудрялось прятать в кустах не только курт, но и лепёшки, кусочки варёного мяса. В казахских лагерях выживали многие благодаря казахам, которые на себе испытали голод и лишение, рассказывали репрессированные. Женщины, осуждённые по политической статье, после ареста несколько месяцев содержались в камере. Здесь они жили на особом режиме. Им нельзя было подходить к окну, нельзя было сидеть спиной к двери, нельзя было делать пометки в книгах и нельзя было перестукиваться с соседями. Алжир – разговорное название специального отделения Карлага, где содержались женщины, жёны изменников родины. Напомню, Карагандинский исправительно-трудовой лагерь был создан в 1930 году как источник бесплатной рабочей силы. Через него прошло около миллиона репрессированных и до сих пор неизвестно точное число умерших. Марина Золотарёва, Сайла Уигликов, Карагандинская область, Хабар, 24. Марина Золотарёва, Сайла Уигликов, Карагандинская область, Хабар, 24.